Дневник Райдера В голову пришла такая мысль, что при обучении этих трюков я буду стараться каждый раз снимать, чтобы потом сделать такое одно видео с своими попытками И почти одновременно с этим Антон Степанов выпустил рубрику просто с гениальным названием Дневник Райдера И собственно это название я у него и позаимствовал Ладно, давайте приступим Я буду вам рассказывать, как я учился, что я пробовал, что я делал, что я чувствовал при этом Какие сложности и трудности у меня возникали, какие падения были и так далее Это конечно не how to, но возможно кому-то при обучении этих трюков это видео поможет Итак, в первый день обучения, к сожалению, я ничего не снимал Но сейчас на словах я вам расскажу, что я делал Я начал одновременно учить Супермен и Супермен Сит Грэб В Рокет Парке с обычного радиуса на стол я делал небольшой ноу-фуд, при этом старался по чуть-чуть выводить его спец вперед Я в голове вообще не представлял, как можно выпрямить тело полностью, при этом еще лететь горизонтально Но догадывался, что для этого мне нужно делать небольшой ноу-фуд и вводить его спец вперед После этого я начал уже браться рукой за седло и делать ноу-фуд А затем браться рукой за седло и уже вводить его спец вперед И в первый день не получалось, честно говоря, ничто Получался полный бред Именно поэтому, наверное, я ничего и не снимал Во второй день в обучении Супермен Сит Грэба, в принципе, так же почти ничего не получалось Но я продолжал браться рукой за седло и выдвигать его спец вперед Зато вот Суперменом, на удивление, Супермен начал уже прорисовываться Ноги были очень широко, очень кривые, тело тоже кривое Делал через раз, но, тем не менее, Супермен уже начинал получаться В день я делал по 5-6 попыток, не больше На третий день было все наоборот Обычный Супермен вообще не получался Мне казалось, что я уже могу его сделать, зная как, но ничего не выходило Зато начал получаться Супермен Сит Грэб Я уже брался уверенно за седло и вводил спец вперед намного лучше и качественнее, чем в предыдущие дни Ощущения при этом, кстати, были очень крутые Новые ощущения в катании А на четвертый день обучения Супермен Сит Грэм было уже совсем все здорово Я кайфовал с каждой попытки и понимал, что с каждым разом я делаю все лучше и лучше И в этот день я уже старался даже выпрямлять тело А про обычный Супермен я подзабил Но начал учить Нуфут Кан Кан и Нуфут Кан Кан Индиан Эйр Получалось почти сразу Правда, было одно очень жесткое падение После хорошей катки в четвертый день На пятый день я уже начал пробовать обычный Супермен И из-за того, что в предыдущие дни я понял, как выпрямлять тело в Супермен Сит Грэб У меня стало получаться выпрямлять тело и в классическом Супермане И буквально после 5-6 попыток я добился вот такого результата А вот Супермен Сит Грэбом в этот день меня ждали первые падения Я уже думал, что умеет этот трюк, брал много скорости и падал Тупо не ловил руль или еще что-то И все это из-за недостаточно хорошей концентрации перед трюком На шестой день я уже уверенно-хлестко делал обычный Супермен Были проблемы с левой ногой Она все время у меня чуть-чуть сгибалась Но я работал над этим И в принципе в тот день мой Супермен меня почти устраивал Супермен Сит Грэбом изменений не было И я начал изучать Супермен Сит Грэб Индиан Эйр После 6 дней обучения катался я при этом 2 раза в неделю В чередоводской парке ЖЭС Рокет В ЖЭСе по сути трюкам не учился, только снимал выпуски В общем спустя чуть больше месяца, в феврале Мне предложили кататься за бренд Аган Я согласился и поменял свою предыдущую раму Макнин Ви Би У которой ростовка ЛАД-275 На раму Аганг ростовкой 21 И это мне сразу понравилось Так как я высокого роста У меня рост больше 180 И на ростовке 21 мне удобнее и комфортнее кататься Соответственно удобнее и комфортнее делать те же трюки Там Футан Кан, Супермен И сразу после замены рамы я снял выпуск о трюках 2 уровня И во время этих съемок я достаточно хорошо прикатался к новой раме После этого в ближайшие дни в Рокет Парк завезли паралот И это было счастье, потому что там я уже мог вытягиваться по максимуму И делать Супермена было очень круто И конечно же в поролоне я мог бы научиться этим трюкам намного-намного быстрее Еще через несколько дней мы начали снимать Велком Эйди для Аганг Где я уже делал Супермен с Грэп Инзионер через Фамбокс Вот такая история о моем обучении этих трюков ножных В скором времени я поеду в Голландию в очень крутойский парк 040 Откуда я уже сниму следующий выпуск Дневника Райдера Где я расскажу, как обстоят дела с этими трюками на данный момент Все, ребята, это все Если вы дальше хотите смотреть не только о том, как я обучаю вас трюкам Но и как я учусь ими сам То ставьте лайк под это видео И увидимся с вами в следующем выпуске С вами был Дима Гордей До новых встреч Берегите себя Да нихуя Нихуя Хуйня, хуйня, все хуйня